В среду 30 мая в Лиде горел автомобиль. Легковушка была припаркована на улице Рыбиновского. Никто из людей не пострадал. Огонь повредил моторный отсек транспортного средства и кузов. Причину произошедшего выясняют специалисты МЧС. В субботу 26 мая работники спасательной станции не дали утонуть в Лидском озере 28-летнему мужчине. Тонул личанин в 11 часов дня буквально в нескольких метрах от берега напротив спасательной станции. Вахтенный наблюдатель вовремя заметил, что человеку нужна помощь. На водоеме в это время было многолюдно. Вел себя не совсем адекватно. У него были какие-то хаотичные взмахи руками. Привлек внимание дежурной смены. В то же самое время очевидцы, которые располагались на пляже, тоже начали подавать признаки бедствия, указывая на место происшествия. Дежурным по станции было принято решение объявления спасательной тревоги. Спасательный катер вышел к месту бедствия. Пострадавшему был брошен круг, однако пострадавший круг взять не смог, поэтому пришлось ему помочь выбраться на берег. Прибывшая бригада скорой помощи поместила, по нашим сведениям, этого пострадавшего в реанимацию и далее уже был он переведен в терапию. В Беларуси началась спецоперация МАК. С 1 июня по 15 сентября сотрудники милиции будут проводить комплекс специальных мероприятий по выявлению и уничтожению мест произрастания наркотических средств. За посев и выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ, запрещенных к возделыванию растений, либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрен штраф до 20 базовых величин. В связи с установившейся жаркой погодой в 50 районах Беларуси введен запрет на посещение лесов. В их числе и 9 районов Гродненской области. В лесах Волковыского, Мостовского, Щучинского, Дятловского, Ивевского, Лицкого, Ошмянского, Островецкого и Сморгонского районов установлен 4 класс пожарной опасности. Запрещено заезжать в леса на личном транспорте. Строго запрещается разводить костры, в том числе и в специально отведенных для этого местах. Нарушителям грозит штраф в размере до 25 базовых величин. Работники лесного хозяйства ведут постоянное патрулирование лесов. С 25 мая по 5 июня водители обязаны включать на транспортных средствах ближний свет фар. Это связано с проведением специального комплексного мероприятия «Внимание, дети», направленного на привлечение внимания к безопасности детей на дороге и повышение бдительности водителей в летний период. В рамках проведения данных мероприятий сотрудниками будет усилен контроль за соблюдением водителей скорости движения, правил проезда пешеходных переходов, особенно вблизи учреждений образования, также правил перевозки детей в салоне автомобиля. И так как включение ближнего света фар вносит нерекомендательный и обязательный характер, этому также будет удалено внимание. И для сведений для водителей за это предусмотрена административная ответственность и штрафы в размере до двух базовых величин. В летний период несовершеннолетние чаще, чем обычно, попадают в поле зрения правоохранителей. Кто-то после 23 часов гуляет без сопровождения взрослых, а кто-то без них катается по улицам города на велосипеде. Есть и те, кто нарушает антиалкогольное законодательство. Нарушение антиалкогольного законодательства – одна из актуальных проблем не только в молодежной, но и в подростковой среде. Наиболее частое правонарушение – появление подшофе в общественных местах. В прошлом году в Лидии, Лидском районе, в отношении подростков составлены 176 протоколов. За текущий период этого года – 110. Самому младшему в списке употреблявших алкоголь всего 12 лет. Со старшими друзьями он попробовал горячительное, опьянел и попал в поле зрения сотрудников милиции в результате неприятностей и у него, и у родителей. Материал проверки в отношении подростка направляется нами в комиссию по делам несовершеннолетнего, где комиссионное его поведение рассматривается и принимаются к нему определенные меры воздействия. То есть это может быть либо предупреждение, либо определенное административное взыскание. После рассмотрения на комиссии все документы в отношении подростка поступают к нам и принимается решение о проведении с ним индивидуальной профилактической работы. Согласно изменениям в законодательстве, которые вступили в 2017 году, индивидуальную профилактическую работу в отношении подростка мы проводим в течение года. Это минимальный срок. Соответственно, если в течение года подросток исправляется, работа с ним прекращается. Если он при проведении с ним работы совершает новое правонарушение, то эта работа, соответственно, продолжается. Продажа алкогольной продукции и пива в Беларуси разрешена с 18 лет. Реализация спиртного несовершеннолетним может обернуться для работника торговли штрафом в размере от 20 до 50 базовых величин. Однако, несмотря на такое наказание, в текущем году в Лиде были выявлены 5 случаев продажи алкоголя подросткам. В прошлом за подобное нарушение ответили 24 продавца. Бывают случаи, но теперь очень редкие такие случаи. В основном кассир на кассе он отслеживает покупку. При расчете хотя бы изначально визуально смотрит на покупателя. Если видно, что молодой человек, который, по его мнению, не достиг 18 лет, значит, просят предъявить паспорт или удостоверение водительское, чтобы как-то обозначить возраст молодого человека. Если они предоставляют документ, значит, продается алкогольный, слабоалкогольный напиток пива. А если нет, есть сомнения, то не рискует кассир продать алкогольные напитки. Если продавец окажется законопослушным, оттовариться спиртным в магазине, несовершеннолетним не удастся. В этом случае некоторые начинают искать понимание у взрослых покупателей и просят их приобрести алкоголь. Те, кто откликается на просьбу, попадают под статью Кодекса административных правонарушений, которая предусматривает штраф в размере от 10 до 30 базовых величин. Такую же ответственность несут и те, кто совместно с подростками распивает спиртные напитки. Как правило, о них сотрудникам милиции становится известно, когда несовершеннолетние оказываются в отделе внутренних дел. В прошлом году за приобретение для несовершеннолетних запрещенных напитков и распитие с ними горячительного сотрудники Лидского отдела внутренних дел выявили 74 человека за текущий период этого года. Уже 49. Чаще всего антиалкогольное законодательство нарушается в Лиде в центре города. Также в сводках лидируют микрорайон Молодежный, улицы Кооперативная и Гастелло. После употребления спиртного может потянуть на подвиги. В этом году несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения совершены 5 правонарушений. В основном это мелкое хулиганство, когда подростки справляли нужду в неположенном месте и сквернословили. Вместе с тем в милиции констатируют, подростки, совершившие преступление, не всегда находились в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. К Александру и его семье, которая находится в социально опасном положении со стороны различных служб, пристальное внимание. В нетрезвом состоянии он замечен никогда не был, однако у парня есть проблемы с законом. Год назад он был осужден за кражу. В качестве наказания был отправлен в специальное учебное воспитательное учреждение закрытого типа в Могилеве. Недавно он вернулся домой в один из агрогородков Лидского района в планах молодого человека начать новую жизнь. Учиться, потом работать, ну и дальше там семья и так далее. Сегодня инспекция по делам несовершеннолетних в Лиде проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении 206 детей и подростков. У каждого были проблемы с законом. И если сейчас ребят не вернуть на прямую дорожку, последствия могут быть непоправимыми. Средний возраст несовершеннолетних правонарушителей, преступников, как правило, это 16-17 лет, это учащиеся ПТУ, полицеев. Основные правонарушения, которые совершают подростки, это, конечно же, нарушения антиалкогольного законодательства. И в текущем году зафиксировано рост числа данных нарушений практически в три раза. Среди преступлений это по-прежнему остаются кражи. Кражи велосипедов, телефонов, то есть это самое распространенное нарушение. И, конечно же, это хулиганство. Хулиганство – это любые умышленные действия, которые характеризуются причинением телесных повреждений другому человеку, либо повреждением чужого имущества. Чтобы дети и подростки не оставались без присмотра, в Беларуси 1 мая стартовала межведомственная программа «Забота». Ее мероприятия направлены на предупреждение о правонарушении преступлений в подростковой среде, обеспечение трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних, особенно состоящих на различных видах учета. Однако без участия родителей в воспитании детей не обойтись, как ни крути. А именно они прежде всего пример для своих сыновей и дочерей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok